Всем привет! Сегодня история от подписчиков. Сейчас я зачитаю ее письмо, а потом мы с вами приступим, разберем, дадим свои комментарии. Галя, здравствуйте! Давно с вами мы смотрим ваше видео. Спасибо за ваш труд. Хочу рассказать вам мою историю, которую вы, возможно, захотите поделиться со своими подписчиками. Мне интересно их и ваше мнение. Я встречаюсь с парнем уже 5 лет, он Курт. Разница в возрасте у нас 13 лет. Познакомились мы в Киеве, когда он учился в университете на адвоката. Это второе его высшее образование. Он получал, чтобы иметь больше возможностей в своей стране. Женат он не был. Младший из 9 детей. У него свой бизнес, за счет которого он и учился в Украине. Отец умер до того, как он приехал в Украину. Через год после нашего знакомства он познакомился с моими родителями. Часто приходил к нам в гости, у них хорошие отношения сложились. Через 2 года после знакомства он закончил университет и уехал на родину, на восток Турции. У меня тоже есть высшее образование в сфере банковского дела. По профессии я работала недолго, так как он проявил инициативу, помогал мне материально, объясняя это тем, что наши банки не оплачивают должным образом труд людей и затраченное время наемного работника. Первый мой приезд в Турцию был оплачен им, в принципе, как и все остальные. Так как нужно было лететь с пересадкой через Анкару и лететь внутренними рейсами, языка я турецкого еще не знала и было страшновато, предложил взять с собой подругу. Все расходы моей подруги взял тоже на себя. Хоть мы жили в гостинице, через 2 дня после приезда повел знакомиться с мамой, сестрами, братьями, представив меня как будущую жену. В следующие разы я ездила сама, он тоже прилетал ко мне в Украину. Перед карантином мы планировали свадьбу, но решили отложить на год, подождать, когда ковид закончится. Чего так и не произошло, конечно, кроме того, что 4 месяца назад умерла его мама, и свадьбы в ближайший год, конечно, не планируются. Мой парень предложил расписаться и жить вместе в его городе, так как он в Украину переезжать не собирается, а свадьбу сыграть потом. Отношения между нами хорошие, ссоры нет, может быть, были, но я их и не запомнила. Часто созваниваемся в течение дня, и вообще у нас существует какая-то связь. Если я подумаю или заговорю о нем, он сразу звонит мне или пишет. Все вроде бы было хорошо до последней поездки моей в Турцию. Раньше я ездила на одну-две недели, а в последний раз на три месяца. Из-за вируса мы особо никуда не ездили, были в его городе, он все чаще был занят работой, а я оставалась с его родственниками, стала обращать внимание на отношения в семье между мужчинами и женщинами. Заметила не очень хорошие отношения между супругами, как отношения банкомата и уборщицы. Возможно, потому что брак был до подоговоренности родителей. Женщины в семье не работают, да, их это не интересует особо. Мысли о уборке и приготовлении пищи. На детей тоже особо внимания не обращают, за собой не смотрят. Все невестки и сестры покрыты. В городе есть абсолютно закрытые женщины, но есть нормальные одетые, даже с открытыми животами. У нас с ним договоренность не носить одежду с открытыми плечами, коленями, но и яркий макияж, накрашенные ногти тоже не приветствуются. Про смену веры он особо не говорит, но родственники и даже дети часто об этом говорят. Я против. В семье брата и сестер люди старшего поколения, у некоторых есть даже внуки. Все они достаточно религиозны. У мужчин есть высшее образование. Сестры же закончили только по 8 классов, а их дети, то есть племянники и племянницы моего парня, приблизительно моего возраста уже. И они учатся в университетах и работают, водят авто, независимо от пола. Раньше, когда я ездила на короткий срок, мы много путешествовали. Я не замечала, что город моего парня небольшой. Я живу в Киеве, это город-миллионник с развитой инфраструктурой. Я занимаюсь фитнесом. Когда приезжала в его город, он показал мне их фитнес-центры. Они есть, конечно, достаточно хорошие, но они были пустые. В городе мало русскоязычных, наших продуктов нет, но их можно заказать в интернете. У него очень много друзей и знакомых, которых он не может ни в чем им отказать. Кому-то нужно встретить родственника в аэропорту или отвезти в другой город, в больницу. Все обращается к моему парню, независимо от времени суток. По поручениям невесток возят младших племянников в школы на кружки, хотя невестки сидят в это время сами дома. Хотя у этих же сестер и невесток собраться у кого-нибудь в гостях на целый день могут. И у них проблем в этом не возникает, если ехать друг к другу в гости. Приходят на завтрак, уходят после ужина. Все это предупреждение. Меня такие посиделки вообще не устраивают. Когда он был в Киеве, центром его внимания была я. Мы все делали вдвоем. Убирали, стирали, готовили, ходили в супермаркет. Любые решения принимали вместе. А в Турции он решает все сам. В разговорах и в шутку, или всерьез говорит, что дома помогать не собирается. На том основании, что мужчина при этом большую квартиру или даже дом он хочет. И трое детей минимум. Кроме того, обязательно хочет дополнительную комнату в турецком стиле. С низкими диванами, с подушек, турецкими коврами, кальяном. Когда я заикаюсь про домработницу или няню. Говорит, что чужих людей в дом не будет пускать. Зови помогать сестер моих. Но мне с ними сложно. Мы очень разные. Боюсь не потянуть местные стандарты чистоты. Боюсь остаться одной без подруг и людей, которые меня поймут и поддержат. Боюсь превратиться в старую, дряхлую домохозяйку без интересов. Единомышленниц на спорт я тоже, скорее всего, не найду в круге семьи. Так как понятия здорового образа жизни у них нет. Турецкий язык я более-менее знаю. Но хотелось бы побольше развития. Но у женщины настолько ограничены интересы. Что кроме как об уборке и готовке поговорить с ними не очень. Я люблю узнавать что-то новое, получать новые впечатления, ездить в новые страны. А для него Турция лучшая страна. Говорит по-турецки, по Турции куда хочешь и только со мной поедем. С подругами тоже не пускает, только с родителями. Находясь в Украине у него были другие интересы. Он был менее консервативным. Наверное, потому что был другой круг общения, помоложе. В Турции же, друзья и знакомые старше, что накладывает отпечаток на его поведение. Пришло время принимать решения по поводу будущего. Он человек хороший, надежный, свой родной, на его окружении. И устои от его семьи меня не устраивают и даже пугают. Недавно смотрела видеоблогера из Измира о разводах в Турции. Насколько это сложно. Особенно, когда в семье есть дети. Не зная, что делать со своими страхами и насколько они реально. Возможно, я их сама себе придумала. Как вы считаете? Я считаю, ничего вы не придумывали. У вас просто хороший анализ есть. Вы понимаете, вы очень здраво все написали. Я столько могу, к сожалению, подтвердить все ваши страхи. Что, чего вы боитесь. Скорее всего, с вами то самое. И приключиться, когда вы переедете. Да, хороший, надежный, семейный, отзывчивый при деньгах. Но есть свои минусы, которые вы и боитесь. Которые зачастую стоят за такими семьями, людьми. Вы сейчас описали стандартную, классическую курдскую семью, которая живет кланом. Где он помогает всем своим родственникам. У него, у вас, для вас это. Ой, они могут в гости поехать, а на кружки он их разводит детей. Почему? Это нормально. Их, да, женщины сфокусированы в таких семьях. Я не говорю, что все курды так живут. Нет, есть разные семьи. Но вот клановые курдские семьи из провинции, из глубинки, из маленьких городов, они, да, создают браки по знакомству. Их женщины идеально вылизывают дом, на кашеварят, готовят, занимаются дома детьми. Больше интересов нет. Общаются своим кругом с сестрами, с родственниками, со своими, таких подруг сходить на спорт, этого нет. У них вот такой круг интересов. Вы подчеркнули те особенности этой семьи, этого клана, который там есть. Вы все правильно считываете. Вы правильно знаете, в чем дело? Да, он был в Украине другим. Все верно подчеркнули, потому что другая обстановка была. Но он там жить не собирается. Ваш идеальный вариант жить с ним на Украине. Он этого не хочет. Его работа, бизнес, семья там. Он никогда туда не переедет. Вам, да, пришло, вы правильно понимаете, время решать. Надо мне это или нет? И, к сожалению, вам надо написать лист плюсы и минусы вот этих отношений. Я перееду в Турции. Минусы и плюсы. Посмотреть, чего будет больше. Если плюсов больше, конечно, ехать оставаться. Если минусов больше, да, жалко пять лет, но я бы не осталась. Вы понимаете, что ментально, культурно это не ваше. Это не ваша комната отдельная, где сидеть на полу, курить коляной, на полу кушать. Это не ваше с утра до вечера драйвить квартиру, дом, детей таскать. Вам помогать никто не будет в семье. Я имею в виду муж. Вам будут на помощь приходить его племянницы, сестры и так далее. Вы всегда будете под колпаком его семьи. Вам в маленьком курдском городе сходить некуда. Заняться нечем. Ни русских, ни русской еды. Ничего этого нет. Вы здраво это все оцениваете. Теперь просто пришло время выбора. И вы боитесь делать выбор, потому что вы потратили пять лет. Но это очень важный, скажем так, выбор для вас будет ответственно. Я хочу, чтобы вы делали правильное решение. Кто очень хорошо встраивается в такие клановые семьи, кому это по кайфу. Два вида людей. Первый, кто в такой же семье у себя на родине живет. Кто так же с семьей, все-все вместе. Не интересуется особо образованием, работой, карьерой. А семья, дом, дети стирать, убирать и все такое прочее. Эти люди хорошо такие женщины впишутся в этот. Или женщина из разряда а-ля детский дом, у кого не было семьи, не было заботы, не было клановости. Которая нечего там на родине терять. Которая только и хочет залезть в такую узкую семью. Где все-все будут лезть, помогать, давать советы. Такие тоже хорошо в это впишутся. А если вы серединка наполовинку, не там и не там. Вам эта семья не подходит. Потому что вам придется ломать, страдать. Если вы себя поломаете и все-таки там в этих отношениях таких останетесь. Вы не останетесь счастливым человеком. Потому что у вас базово другой европейский запрос идет. Такой менталитет курско-восточный не ваша история. Это не ваше. Да, жалко потраченных лет. Вы просто этого раньше не видели. Потому что вы путешествовали, вы с семьей не встречались. Вот вам три месяца хватило, посмотрели. Вот так оно и будет. Это и есть правда. Сейчас надо принять правильное решение. Не побояться, я бы даже сказала больше, не побояться его принять. С ним я вместе или нет? Ваши страхи абсолютно здравые, оправданные. Им есть место. Принимать будете решение вы. Если бы, вот интересно меня, да, человек, который здесь пожил, я честно знаю прекрасно, я бы не смогла. В таких отношениях, в такой семье, мне было бы душно. Ну, потому что я свободолюбивый, самостоятельный, независимый человек, который хочет работать, развиваться. Мне, в принципе, наличие огромного родственника некомфортно. Когда ко мне именно лезут с советами и так далее. Мне очень хорошо повезло, что мой муж тоже младший в семье. Среди своих братьев, кузенов, кузин и так далее. И они все старше. Он самый практически, да, самый младшенький. И они уже заняты своими детьми, внуками у кого-то, у кого они есть. И нам внимания, нашей семье уделяется не так много. Мы не так часто, еще и пандемия последние два года. Мы редко встречаемся. И нам, и мне, и мужу свободно дышатся. В этом плане мы абсолютно одинаково, мы не клановые с ним. Мы решаем кланово вместе проблемы какие-то семейные. Да, семья объединяется, если кто-то заболел, помощь нужна. Попроси помощи, они придут. Но экстра, ко мне никто не приезжает с утра до вечера пить чаи в гости. У нас этого нет. У нас есть, например, Алтангеню среди наших женщин в семье, на которой я не езжу. Я занята, у меня работа, ребенок. Это посиделки таких теть постарше, моей свекрови. Мы, в общем, женщин в нашей семье старшего поколения. И меня вот такой симбиоз устраивает. Я сама себе домохозяйка. Но если бы было так душно, как вы рассказали, я бы не смогла в такой семье. Я бы все равно потом в итоге уехала. Это не мое. Вот вы должны оценить, какие ваши запросы, чего вы хотите, какую семью, какое будущее. Знаете, как есть поговорка. Мужчина неплохой, только сысо да глухой. То есть вы уже его определенно сразу не воспринимаете комплексно. Его семья, нравы и так далее. Вы все это видите. Но теперь выбирайте, нужно вам такое или нет. Он весь со всем этим. Меняться ничего не будет, я вам сразу говорю. Не надейтесь. Менять вы только себя. Можете под это подстраиваться, ломать себя или адаптироваться. А оно того стоит, насколько вам это нужно, чтобы свою жизнь на это, скажем так, положить. И для тех, кто слушает в подобной ситуации, я, девочки, вам конкретный вот пример, пожалуйста, от подписчицы. Ездить в гости на недельку на две одна история. А пожить до брака три месяца, остаться на три месяца другая история. Поэтому я всегда говорю, для иностранки пожить полгода, три месяца до вступления в брак официального необходимо. Чтобы вот глаза открылись и посмотреть, что, когда и как происходит. Чтобы потом у разбитого корыта не остаться. Имейте это в виду. Это вам прям очень хорошая история, поучительная. Потому что здесь классно видна. Я бы не сказала ошибка. А вот этот момент, который недосмотрели, это не ошибка еще. Ошибка будет, если принять неправильное решение, которым ты сама потом будешь в итоге не готова. Вот это будет ошибка. Сейчас еще ошибок никаких нет. Ведь есть возможность ошибку не допустить. Но звоночек, вот он, правильные действия, оставаться, погостить на подольше. Посмотреть, пожить с ними. Почувствовать эту семью. Насколько примерить на себя это платье. Насколько оно вам подходит. Пишите ваши комментарии. Какие советы, возможно, девушке дадите. Кто здесь бывал. И очень много такие семьи попадают. Девушке рассказывайте. Очень интересно будет почитать. И для нее будет очень полезно, как правильно принять решение. Выбор, какой сделать. Ваши советы будут очень бесценны. Я всегда в инфобоксе под видео оставляю свою почту. Можете написать сообщения. Личные сообщения. Рассказать ваши истории анонимные для публикации на канале. Или записаться на психологическую консультацию ко мне. Спасибо за внимание. Всем пока. Субтитры создавал DimaTorzok